Доброго времени суток! Сейчас мы находимся в Гауе или на Гауе вот это в Латвии вот где установил гранульную горелку в газогенераторный котел Атлас в верхнюю дверцу то есть это пиролизный котел вот многие спрашивают можно, нельзя, чего делать то есть мы сняли все произошло за один день сегодня утром мне хозяин привез вот эту верхнюю дверцу то есть она на двух шпилечках здесь ну если дверь открыть то на две шпилечки снимаете и дверь снимается то есть здесь очень хорошо все подходит вот прямо по центру вырезается как можно ниже сейчас я вам покажу вот как это выглядит примерно, да, вот оно пламя то есть только что у нас произошел поджиг поставил я на 70 градусов то есть в чем была проблема этому котлу, кстати, 10 лет этому Атмосу Атмос у нас модель у нас DC18S то есть все время жарко да, то есть котел закипал вот то есть даже пару полен сюда кинули и он уже закипал дом 150 квадратных метров вот и эта горелка решает эту проблему почему? потому что она поставил я ее на вторую мощность и первую мощность уменьшилась с 14 киловатт до 9 и таким образом она как бы у нас работает и здесь очень удачно поместился наш 30-ти сантиметровый вот этот вот бункер потому что здесь было всего между котлом и лестницей это раньше была лестница вот 32 сантиметра так как бункер у нас 30 сантиметров то все у нас получилось вот и также всеми нами любимый саус да, который позволяет дрова закидывать в топку с любой точки мира ну, при помощи телефона в данном случае у нас не телефон, а планшет потому что у хозяина нету такого телефона есть планшет который позволяет так как плохое зрение то ему очень удобно видеть это все на планшете то есть сейчас я поставил 24 градуса как видите здесь дублируется эта информация 20 градусов на датчике который мы поставим в комнате и 20 градусов на телефоне то есть эту температуру мы выставляем вот этим вот вот так вот пальцем я поставил повыше чтобы на момент записи не выключилось да вот и и чего ну вот так вот вы и ну короче это самсунг да, как вы видите вот он самсунг вот эта модель андроид она андроид и иос позволяют это все регулировать вот таким вот образом вот дальше что я еще хотел сказать здесь вот этот вот винтик да, можно отвернуть так как здесь рядыш ну, небольшое расстояние примерно 10 сантиметров от котла до стены а сама вот эта часть 27 сантиметров выпирает из от дверцы то открутив вот этот винт да ну, сначала надо снять вот эту гофру она у нас по резьбе то есть по часовой стрелке всегда снимается и одевается вот и этот винтик откручиваете из болта снимаете всю вот эту часть ставите ее рядышком сюда и тогда у вас останется 14 сантиметров от болта до вот этого края и можно полностью открыть ну дверь и там вычистить и так далее то есть это для тех у кого даже этого расстояния нету да то есть может быть он там в 5 сантиметрах от стены и все у вас будет красиво вы открутите вот этот вот ну гайки вот этот так что еще здесь мы в атмосе нарезали резьбу в этой дверце да сохранили внутри там такой ну пенопластовый какой-то материал из высокопрочной высокотемпературной чего материала и таким образом у нас как бы все получилось очень красиво 142 миллиметра мы вырезали отверстие вырезали чем фрезой вот на фрезерном станке и все у нас как бы красивенько получилось вот и что еще высота бункера многие спрашивают да высота бункера получилось у нас здесь у нас удлинители так высота бункера в стандарте 125 сантиметров то есть это 95 вот эта часть сверху донизу вот досюда и еще 30 сантиметров 30 сантиметров ножки но здесь пришлось удлинять вот такие 50 сантиметровые удлинители для того чтобы вот эта гофра была расстоянием низа патрубка до верха патрубка горелки 60 сантиметров вот еще такой момент хотел сказать что когда вы допустим чистите там гранулы или что-то из решеточки да которая в сопле то ни в коем случае не выкидывайте вот это вот все в бункер да то есть даже если там какие-то целые гранулы или еще что-то почему потому что этот бункер может через сутки двое загореться от одной искры вот если пропадает электричество то все настройки сохраняются да вот и выключается горелка вот этой кнопочкой да то есть ее можно нажать и на 3-5 секунд подержать отпустить и будет офф да то есть таким образом выключается горелка и можно чистить саму горелку котел сопла вот и в принципе наверное на сегодня все то есть вот эта часть у кого низкие потолки